ИПСО – информационно-психологические операции. Это спланированные действия по передаче конкретной информации и индикаторов, чтобы повлиять на чувства, мотивы, критическое мышление и, в конце концов, на деятельность правительств, организаций, групп и индивидов. Более того, ИПСО – это один из видов военных операций, и вот почему. ИПСО – информационно-психологические операции имеют в самом названии расшифровка. Это операции, которые могут проводиться как на стратегическом, так и на оперативном, так и на тактическом уровне, что интересно, для подготовки поля боя. Потому что, прежде всего, если мы говорим о прикладных индикационно-психологических операциях, это военная операция. И они имеют своей целью подготовку, то есть влияние на войска противника, влияние на население, которое находится на территории, где проводится операция. И таким образом, если простыми словами говорить, информационно-психологические операции проводятся для того, чтобы поменять позицию общества, населения. Начиная с февраля 2022 года, очевидные признаки того, что Россия регулярно усиливает психологическое воздействие на украинцев. Кроме того, россияне стараются использовать активность граждан Украины в своих интересах. Ключевой месседж, который россияне пытаются вселить в головы украинцев, якобы власть Украины и ВСУ бессильны против российского полномасштабного вторжения, что является нонсенсом. Ведь Украина успешно противостоит России не только последние шесть месяцев, но и последние девять лет. Россия всячески пытается посеять страх и панику среди украинцев. Другого способа победить в Кремле пока не придумали. Мы в этом уверены. А теперь поговорим детальнее, что же такого делает Россия, чтобы сбить с толку украинцев. Покажем реальные примеры психологических атак, во что ни в коем случае нельзя верить и на что вообще не стоит реагировать. К элементам ИПСУ относится дезинформация, пропаганда, преувеличение определенной информации или преуменьшение другой, а также диверсии и кибератаки. Как это работает? Информацию запускают через площадки пропаганды, чтобы дальше она распространялась уже самими носителями. Становилась вирусной. Очевидная цель России – деморализация и паника среди украинского населения. Информация, распространенная по сарафанному радио, наиболее опасна. Люди склонны доверять не фактам, а людям, особенно если одна и та же информация вертится среди знакомых и попадается потенциальной жертве на глаза несколько раз в сутки. Недавно украинцы могли видеть такие сообщения. Внимание! По информации разведки, в течение 24 часов ожидаются ракетные удары противника по таким объектам, и перечисления городов, и даже координаты конкретных зданий, по которым якобы будут нанесены удары. Эти картинки были везде – в Вайбере, в чатах домов, в телеграм-каналах, в сообщениях от знакомых. Возможно, некоторым людям даже звонили друзья с текстом. «У меня есть точная информация, мне ее дал человек, который на фронте. Будь осторожен!» После услышанного многие неосознанно начинали переживать и верить информации, подтверждений которой не существует. А стоило всего лишь задуматься, зачем врагу давать точные координаты своих же ударов? Ведь зная их, украинское ПВО с легкостью бы перехватило и уничтожило эти ракеты. Почему в сообщениях не стоит дата ударов? Возможно, потому что такие сообщения можно отправлять в любой день, и они работали бы на психику украинцев дольше? Поэтому нужно обязательно проверять и анализировать информацию, фильтровать все до мелочей, чтобы не поддаться панике. Может идти мастеровка действительно под надежные источники, которые… Ну, мы же не можем не доверять солдату украинской армии, который начал писать что-то в телеграме. Как будто бы это солдат, который сообщает какие-то вещи сначала понятные и правдивые, но затем вдруг он меняется в своем стиле, начинает в какой-то момент проводить какие-то явные движения и сообщения, публиковать, которые не попадают в нашу парабигму. Также российские службы маскируют ИПСО под якобы патриотические сообщения украинцев. Особенно это попадается в формулировках о непобедимом украинском народе и уверенности в победе. Граждане Украины скажут «Так, а что здесь не так?» Но проверить информацию нужно, ведь зачастую под прикрытием этих правильных лозунгов скрывается главный вредный и лживый тезис, который является целью ИПСО. Например, многие украинцы могли видеть такой текст. «Я патриот Украины, не хочу нагнетать или сеять панику, но…» «Все, дальше можно не читать». Ведь все, что было дано, потеряло смысл, а главный месседж, который российские спецслужбы попытаются впихнуть в головы украинцев, будет как раз после слова «НО». Также возможно и другое построение текста, в котором сначала подается вредная информация ИПСО, а потом уже пишется «Но украинцев не сломить, Украина непобедима». В любом случае ИПСО работает на контрасте патриотических призывов и вредоносных утверждений. Именно вредный тезис начинает распространяться под прикрытием правильных лозунгов. Например, пока Харьков ежедневно обстреливают, на западе Украины живут «мирной жизнью», гуляют и сидят в кафешках. Такое сообщение гуляло в социальных сетях украинцев, конечно же, это тоже ИПСО. Как правило, такой вариант ИПСО всегда начинается с вполне справедливого утверждения, что от войны больше всего страдают граждане Украины, которые живут на востоке или юге страны. Именно их города и дома разрушают или полностью уничтожила российская армия. А вот вторая часть сообщения рассчитана на то, чтобы люди возмутились и начали предъявлять претензии своим же согражданам, которые, по сути, делают то, что должны делать – жить. В голову уже посажено противоречие, ведь людям только что продали мерзкое сравнение, в котором явно выигрышно читается первая часть. Таким образом, Россия играет на чувствах и провоцирует конфликты между украинцами. Стоит также внимательнее присматриваться к тем, кто добавляется к вам в друзья в социальных сетях. Украинский флаг на аватарке не всегда говорит о том, что человек – патриот Украины. Очень часто ИПСО распространяют вымышленные российскими спецслужбами фейковые украинцы. Конечно, чтобы захватить максимальную аудиторию внутри Украины, которая проглотит нужную информацию и привлечет к этим мнениям тех украинцев, которые поверят псевдо-соотечественникам. Распознать таких фейковых украинцев очень просто. Как правило, они не знают язык и пользуются гугл-переводчиком. Вот, например, один из ботов хотел пропихнуть в массы такую информацию. Понавыбирали, твари! А теперь берем кобзу и начинаем петь про грустную долю. Вот только гугл-переводчик перевел украинское слово «доля» не как судьба, а как частка, частичка, чем испалил наглого бота. Не все так однозначно. Мы не знаем всей правды. Ваша власть от вас что-то скрывает. Твоюют олигархи. Страдает народ. Это все распространенные тезисы российских психологических операций. Они продвигаются под видом апелляции к критическому мышлению, а на самом деле занимаются распространением конспирологических теорий и теорий заговоров. При проведении информационно-психологической операции ведь может быть цель не просто в лоб, например, наносить удар по Украине. Можно наносить удар по одной из политических сил. Но я уверен, что это можно сманипулировать и достать опять это разделение, например, на людей, которые поддерживают одну политическую силу и другую политическую силу. И таким образом при проведении информационно-психологических операций это очень эффективно получается. Когда ты говоришь от Украины, ты говоришь про украинские вещи, но, например, оскорбляешь лидера вот этой политической партии, естественно, создавая конфликт уже между самими украинцами. Еще одним средством расшатывания психики единства украинцев является дискредитация волонтеров. Волонтерское движение Украины для россиян – что-то невероятное и загадочное. Ничего подобного в России никогда не было, нет и не будет. Украинцы за двое суток собирают сумасшедшие деньги на три Байрактара и покупают космический спутник. Люди доверяют волонтерам, и именно это доверие так важно уничтожить врагу. Поэтому россияне регулярно вбрасывают в паблики сообщения о якобы волонтерах-мошенниках, о том, как Притула или Чмут не опубликовали чеки о том, что они покупают не то, что нужно, ни там и ни для тех. Мой брат звонил Притуле и просил купить бронежилет, поскольку он на передке голый и без средств защиты. А тот его послал. Волонтеры скупили все каски, я объездил магазины по всей Украине и ничего не нашел. Что за фигня? У меня кум должен умирать под пулями? Зачем купили спутник? Лучше бы турникетов накупили. Пацаны погибают! Если видите нечто подобное, знайте, вас пытаются сломать российские спецслужбы и их боты. Вариантов ИПСО очень-очень много. Важно уметь различать информацию, с помощью которой россияне пытаются залезть в ваше сознание. Как же бороться с ИПСО? Главное проверять источники информации. Главное проверять эту информацию из как минимум двух альтернативных источников и уже затем делать какой-то вывод. То есть главный закон это альтернативность информации. Никогда нельзя зависеть от одного телеграм-канала. Обязательно изучайте другие источники, изучайте мнение экспертов, изучайте дискуссии и добывайте информацию из самых различных источников. Подытожим. Как не стать жертвой ИПСО? Первое. Ограничить себя от российского контента, потому что кроме того, что россияне притворяются украинцами в соцсетях, российские ИПСОшники распространяют свое видение реальности через российские пропагандистские СМИ, блогеров и так называемых лидеров мнений. Второе. Тщательно проверять информацию, отбросить эмоции в сторону и постараться вдуматься в то, что вы услышали или увидели. Третье. Черпать информацию только из проверенных источников. Четвертое. Отписаться от пабликов, в которых проскальзывают вышеупомянутые примеры с признаками ИПСО. Пятое. Удалить из социальных сетей людей, которые регулярно выкладывают непроверенную информацию и вызывают негативные эмоции. Надеемся, эта информация была для вас полезной. Не поддавайтесь панике, живите спокойно, но не теряйте бдительности.